МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне, допустим, неудобно, потому что с этой стороны машины, это мне придется ждать. Разметка на кольцевом движении ПВЗ мешает улан-удэнсам. Нам было обещано, что вопрос по строительству СИЗО будет рассмотрен в октябре месяце. СИЗО не будет, публичные слушания по суперколонии на стеклозаводе не состоялись. Главное за день в улан-удэ орудовали наркоторговцы, нашли полураздетого ребенка и сгорел дом. Да, они вообще становятся дряхлые. Дряхлые и злые. Как к улан-удэнсам приходит старость? Очень приятно участвовать в таких конкурсах. Наша семья вообще, дети очень довольны, что съездили в Москву. Супруги из Закаменска стали семьей года, как встречали победителей в Бурятии. Самое осознанное, что я волнуюсь. Чирлидинг для самых маленьких. В улан-удэ прошли соревнования по чирспорту. Это новости на АТВ в студии Мариам Восканян. Здравствуйте. Самые интересные события Бурятии в нашем выпуске. В улан-удэ в очередной раз добились перерасчета за тепло. Правда, через суд. Эта практика все чаще имеет место для жителей старых домов. Сталинок, Брежневок, Хрущевок. В этих домах открытая система горячего водоснабжения. И там встречаются нарушения. Жители могут дважды оплачивать тепловую энергию, что прошла через полотенцесушитель. Такая ситуация произошла в доме номер 6 по улице Чертенково. Жилищная инспекция выявила нарушения. Энергетиков заставили учитывать показания общедомового прибора учета. В будущем собственники смогут сэкономить на отоплении. Тепловые потери в горячем водоснабжении и потребление тепла не будут суммироваться. Это снизит плату за коммуналку. Это крик души. Невозможно ездить. С такими словами в нашу редакцию обратился один водитель. По его мнению, новая разметка на кольцевом движении в микрорайоне ПВЗ мешает проезду. Так ли это на самом деле? Смотрите далее. Улица Октябрьская, кольцевое движение. Месяц назад здесь нанесли разметку, чтобы урегулировать поток машин. Однако, по словам некоторых водителей, это наоборот создает аварийные ситуации. ДТП на выезде с кольца на площади Славы. Водители каким-то образом умудрились не поделить дорогу. И теперь тут создается небольшой затор. По мнению одного из наших подписчиков, разметка делит дорогу на две узкие полосы. И водителям теперь неудобно здесь ездить. Мне, допустим, неудобно, потому что с этой стороны машины мне придется ждать. Мне надо все пропустить. Это долго просто. А это может создать какие-то аварийные ситуации по вашему? Без проблем, потому что кто-то может резко вылететь, а здесь будет. Кто-то будет поворачивать и не пропустит его, и будет авария по-любому. В принципе, можно так же, как хочешь сделать. Просто главное, чтобы машины не ехали и все. Какое-то нарушение правил дорожного движения. Просто я так смотрю, все так и ездят. Главное не спалиться, да? Да. Да, вроде наоборот хорошо. Просто медленно ехать нужно. Медленнее ехать. Ну, когда границы есть, понятно, в каких границах ехать. В случае чего, понятно, кто прав и кто виноват. Ну да. Просто сейчас стали все куда-то торопиться. Вот и все. Все куда-то торопятся. Надо просто правила дорожного движения соблюдать. Все. Сотрудники ГИБДД нам пояснили. Ширина каждой полосы на площади Славы составляет не менее трех метров. Соответственно, разметку на кольцевом движении нанесли по всем нормам. Есть определенные требования, которые необходимо соблюдать. Если нанесена дорожная разметка, то водитель должен обязательно ее соблюдать. Она и наносится для того, чтобы водитель визуально ориентировал свое транспортное средство на проезжей части. Разметки ранее не было. То есть, если сейчас она нанесена, то необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и следовать требованиям дорожной разметки. Мы лишь хотим напомнить, заезжать на кольцевое движение можно с любой полосы, а выезжать только с крайнего правого ряда. Не торопитесь и уступайте дорогу тем, кто движется по кругу. Мариам Восконян, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. Общественные слушания по сезону стеклозаводей не состоялись, хотя люди пришли. Около 30 жителей микрорайона приехали на заседание в Комитет по архитектуре и городостроительству. Жители ждали ясности в наболевшем вопросе, но на повестке вопросы оказались другие. Тему продолжит Алина Котова. Нам было обещано, что вопрос по строительству СИЗО будет рассмотрен в октябре месяце. В начале октября. Сегодня у нас 20 октября. Два месяца не ведется работа по разработке генплана. 6 тысяч человек подписали петицию против строительства суперколонии на стеклозаводе. Это почти половина жителей микрорайона. Сегодня более 30 самых активных из них пришли на публичные слушания. В муниципальном вестнике мы увидели информацию, что сегодня будет подниматься вопрос, касаемый территории на стеклозаводе, изменений земельных участков. Естественно, поскольку мы ждали публичных слушаний по стеклозаводу, касаемый строительства СИЗО, мы пришли. Но, как выяснилось, сегодня они, поскольку у нас собралось большое количество человек, решили этот вопрос не поднимать. И подняли вопрос по изменению земельных участков по улице Кунда. Но и этот вопрос не решился. Инициатор изменения категории земли по улице Кунда не пришел. Поэтому чиновникам пришлось комментировать непонятную ситуацию с суперколонией. Еще не принято окончательное решение по размещению этого земельного участка. Очень высокие требования предъявляются к земельному участку и к площади, и к обеспечению инженерной инфраструктурой, и к транспортной доступности, и к форме земельного участка и так далее. Какие еще участки рассматривают для размещения СИЗО, не ясно. Насколько затянется этот процесс, тоже загадка. Но жители обещали выслушать после того, как выберут участок и подготовят изменения в генплан города. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Погибший председатель ТОС стал героем для жителей Шишковки. Речь не об официальном звании, а скорее о народном. Руслан Тарасов занимался благоустройством своего микрорайона, запустил строительство футбольного поля, но поиграть с детворой на новой площадке так и не успел. Через полгода он погиб на спецоперации под Углидаром. Сегодня на этом футбольном поле уже играют дети, а имя председателя ТОС решили увековечить. На открытии мемориала памяти побывала Алина Котова. Руслан Евгеньевич Тарасов погиб 13 февраля в ходе спецоперации на Украине. Всю свою жизнь он прожил на Шишковке и всегда стремился улучшить родной микрорайон. Поэтому в 2018 он создал и возглавил ТОС «Гранит». Он очень хотел, чтобы его близкие, родные, соседи жили намного комфортнее. За четыре года он сделал многое. Он благоустраивал территорию микрорайона, участвовал в субботниках. И его работа, она была видна всем людям. Он начал сначала с детской площадки. Мы даже ему не верили. Я думаю, ничего не получится. Ну нет, парень-то такой, хватки, что все получилось, какие он красивые понаставил. И заборы сам красил, а потом начал облагораживать. Мы здесь садили деревья. Вот и новое футбольное поле – еще одна мечта Руслана Тарасова. Именно он объединил мальчишек и организовал футбольную команду. Однако играть им было негде. Тогда и началась работа по строительству спортивной площадки. Он участвовал в конкурсе, он получил грант. К сожалению, сам он не успел это сделать. Но мы все собрались и начатое Русланом дело довели до конца. Сегодня проводим здесь как раз-таки соревнования по мини-футболу в честь Руслана Евгеньевича. Поле обошлось в 4 миллиона рублей. Его достраивали при поддержке мэра по проекту «Народный бюджет». Руслан Тарасов успел увидеть только начало строительства. Сейчас его место в ТОС занял коллега Дмитрий. Сейчас в планах благоустроить территорию окончательно, доделать заборы, установить мячоуловительные сетки, установить лавочки. В августе прошлого года за активную ТОСовскую деятельность Руслан Тарасов получил нагрудный знак «Лидер ТОС Бурятии». За отвагу при исполнении воинского долга посмертно он награжден Орденом Мужества. Руслану Тарасову было 42 года. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. О происшествиях в Бурятии за последние сутки и других интересных новостях узнаете в рубрике «Главное за день». Начнем с происшествий. Накануне в Улан-Удэ горел частный дом. Все случилось в СНТ «Сибиряк». Около часа пожарные боролись с огнем. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неосторожность при монтаже печи. Еще один пожар случился в тот же день утром, уже в Курумканском районе. В результате из-за короткого замыкания дом сгорел полностью. Никто не пострадал. Жители успели эвакуироваться. Читинские наркоторговцы орудовали в Улан-Удэ. Банду задержали в Забайкалье. Ее организатор открыл интернет-магазин, где соучастниками торговал запрещенкой. По данным следствия, они совершили 94 преступления. Двух наркоторговцев заключили под стражу. Остальным четырем дали подписку о невыезде. На одной из остановок Улан-Удэ нашли ребенка в одном нижнем белье. Тревогу забили прохожие. Они вызвали полицию. Позже пришла мать 12-летнего мальчика. Оказалось, что он из многодетной семьи и страдает психическим заболеванием. Ребенок выбежал, пока его мать отвлеклась. Все материалы инцидента передали в комиссию по делам несовершеннолетних. К сводке ДТП. Накануне в Тарбогатайском районе сбили лошадь. Она лежала на проезжей части. Водитель грузовика не заметил и наехал на животное. В результате пострадала пассажирка авто. Ее госпитализировали. Другое ДТП случилось уже в Закаменском районе. 83-летний водитель Тойота Харьер ехал по трассе. Не справился с управлением и вылетел с дороги. Авто перевернулось. В итоге мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных более 1 миллиона человек. Все эти люди – клиенты МТС Банка. Информация об этом появилась еще в сентябре. Ведомство сразу начало проверку и подтвердило нарушения. В базе были имейлы, имена, фамилии, ИНН и данные о картах. На компанию составили административный протокол. Напомним, за утечку данных юрлицам грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. В Госдуму внесли законопроект о запрете оскорбительных названий для сел. Инициатором стал вице-спикер от фракции «Новые люди» Владислав Дованков. По мнению авторов нового закона, жители населенных пунктов типа Бухалова, Мусорка и других сталкиваются с травлей. Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. Однако в сети есть и другое мнение. Многие жители этих поселений не считают названия оскорбительными. А ток населения связывают с плохой инфраструктурой. Если законопроект примут, то в России не только запретят использовать подобные названия, но и разрешат переименовывать существующие села и деревни. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Вот о чем мы расскажем в следующей части выпуска. Да, они вообще становятся дряхлые. Дряхлые и злые. Как к улану-дэнсам приходит старость? Очень приятно участвовать в таких конкурсах. Наша семья вообще... Дети очень довольны, что съездили в Москву. Супруги из Закаменска стали семьей года. Как встречали победителей в Бурятии. Самое сложное, что я волнуюсь. Чирлидинг для самых маленьких. В Улан-Удэ прошли соревнования по чирспорту. Сочные фрукты в Абсолюте. Мандарины. Всего 149 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. Московские ученые выяснили, когда для россиян наступает старость. Исследования провели специалисты МГУ и Российской академии наук. Более тысячи участников из разных регионов страны определили, что старость наступает в 70 лет. Согласны ли с этой цифрой жители столицы Бурятии? Кто стареет быстрее, москвичи или улан-удэнцы? И от чего заканчивается молодость? Мы провели свой соцзапрос. Сколько лет наступает старость? Ну, знаете, она, походу, никогда не наступает. Хороший вопрос. Ну, мне 65, но я не старый. Ну, давайте 45. А у меня уже давно старость. 80 лет все-таки. А сколько лет она наступила? А я не понял. А, когда в больницу попал. Ну, где-то в 45-то, наверное, уже наступает. Раньше вот в 55 уходили на пенсию, вот, пожалуйста. А сейчас женщина в 60, значит, 60. Кто быстрее стареет? Мужчины или женщины? Мужчины. Почему? Да, они вообще становятся дряхлыми такими. Ничего не хотят, настроения нет. Ну, по статистике, умрут-то больше мужчины, чем женщины. В 55-60, наверное, старость наступает у мужчин. И у женщин она более отягощена. Какая у них цифра? 65, наверное, больше. У женщин, ага, женщины злые. Они точно раньше стареют. Кто стареет быстрее? Лонденс или москвичи? Москвичи. У нас в Монуде более медленный, размеренный темп жизни. Я был в Москве. Все куда-то бегут, куда-то копошатся. В Лонденс, почему? У нас вода чистая. Там по всей европейской части России очень-очень грязная вода. Какой вы видите свою старость? Счастливая. Главное, чтобы семья была кругом, как бы собиралась каждый день. Так вот только одно старость. Развлекаюсь туда на 15 километров от города подальше, в лес. Самое главное, здравым уме быть. Если не секрет, сколько вам лет? Ой, не могу сказать, тем более сюда, в Камбру. Обворожительно выглядите. Спасибо. Большое спасибо, что ответили. До свидания. Лучшую сельскую семью России встретили в Бурятии. Победителями в конкурсе «Семья года» стала счета Дымбрыловых из Закаменского района. Их выбрали среди 70 других претендентов. Сегодня они вернулись в республику, где их встретили близкие друзья, родственники, а также наша съемочная группа. Дарья Белева подробнее. Я Дымбрыловых, Балдановых из села Закаменского района, в Лиге Бурятии. Дымбрыловых, Полерия Владимировна. На видео момент награждения в Москве. Читу Дымбрыловых только что объявили одной из лучших в России. Супруги из Закаменского района победили в конкурсе «Семья года». Сегодня друзья и родные встречают их в аэропорту. Семья Дымбрыловых, они оба из многодетных семей, по 10 детей у них. Очень это инициативная семья. Они сами по жизни такие активные. В этом году в конкурсе участвовало около 400 семей со всей страны. Всего было пять номинаций. Многодетная семья, молодая, золотая, семья-хранитель традиций и сельская. В последней Дымбрыловой заняли первое место. Очень приятно участвовать в таких конкурсах. Наша семья вообще, дети очень довольны, что съездили в Москву. Портфолио готовили, видеопрезентацию. Ну и отправляли туда на сайт по заявке. И нас выбрали. Видимо, понравилось всем. Когда началась пандемия, активно начали заниматься волонтерством. Больше того, мне кажется, наше волонтерство это повлияло. Вера и ее супруг Валерий поженились 16 лет назад. Она воспитатель в школе, он ветеринарный фельдшер и учитель физкультуры. У пары трое детей – Таня, Дагба и Вова. Ребята помогают родителям вести хозяйство и занимаются спортом. А чем занимаешься? Танцами. Раньше занималась борьбой. На коньках чуть-чуть катаюсь. Ну, там рисую, маникюр еще делаю. Хоккей, футбол. Боксеры у нас шахты играют, шашки играют. Все они играют, умеют. А откуда вот такой интерес к спорту, к каким-то занятиям? Ну, у нас мама спортсменка, я спортсмен. И детей воспитываем так. Главное – жить дружно, друг друга поддерживать в трудной ситуации, помогать всем другим, остальным. Взаимопонимание, помощь, кто в нас нуждался, добропорядочность. Конкурс «Семья года» появился 8 лет назад. С тех пор в нем ежегодно участвуют наши земляки. В этом году Бурятию представили сразу пять семей – из Муйского, Трабогатайского и Закаменского районов. И у нас уже за 8 лет второй год, второй раз подряд Закаменская семья выигрывает российский конкурс. Ну, и не так недавно мы с вами вместе встречали маму-героюни тоже из Закаменского района. Пожелаем тебе Закаменскому району, пусть будет больше таких самых лучших сельских семей, мам-герои. Конечно же, это в первую очередь говорит о том, что семейные традиции, они будут жить, они будут дальше процветать. Дарья Белева, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Юрты «Байкал» и «Бурятская кухня» на целых пять месяцев перенесутся в Москву. 4 ноября на ВДНХ стартует выставка «Форум Россия». Сейчас на площадке активно идет строительство павильона «Бурятия». Экспозиция будет представлять собой большую юрту. Внутри экраны на них трансляция книги достижений республики. Так посетители познакомятся с Бурятией, с ее производствами и мастер-планами городов. Павильон интересный, он стилизован, безусловно. Он отражает и наши природные особенности, наш промышленный потенциал, наши достижения за последнее время. На павильоне предусмотрена такая виртуальная кабина вертолета, в которую можно сесть и как бы пролететь над республикой, над Байкалом. Также мы нашу кухню, наши бузы будем на ВДНХ реализовывать, угощать всех желающих. В общем, будет интересно, будет такая насыщенная программа. Развлечения найдутся на любой вкус, от примерки национальных костюмов до участия в квесте «Проживи один день в Бурятии». Побольше узнать о республике, прикоснуться к ее культуре, жители и гости Москвы смогут до 12 апреля следующего года. Возрастное ограничение 0+. Блестки, помпоны и сложнейшие пироэты – неотъемлемая часть чирспорта, он же чирлидинг. Однако это не просто танцы с гимнастикой, а олимпийский вид спорта. В Бурятии он развивается уже второй год. Сегодня прошли республиканские соревнования для самых юных спортсменок. Подробности у Антона Симонова. Умеете ли садиться на шпагат? Лично я нет, но юные спортсменки за моей спиной могут не только это. В центре единоборств «Патриот» проходят республиканские соревнования по чирспорту. Чирлидинг – очень интересный вид спорта. Развивает гибкость спортивного телосложения у ребенка, дисциплину. И так как гимнастику убрали из олимпийских видов спорта, вели чирлидинг, то есть определенные перспективы, если у ребенка есть задатки, можно стать олимпийским чемпионом. Какие элементы сложнее всего тебе дают? Самое сложное – я все равно милость. В соревнованиях участвуют более 150 юных спортсменок. Команды приехали из районов Бурятии, Улан-Удэ и Иркутской области. Моя дочка Лада вообще занимается уже второй год. Это не первые наши соревнования. В прошлом году на последних соревнованиях мы заняли первое место в своей возрастной категории. А сколько лет? Сейчас шесть. Почему решила заниматься чирлидингом? Потому что это очень красивый спорт. А правда ли, что чирлидинг не для мальчиков? Это неправда. Чирлидинг, он для всех возрастов, для мальчиков и девочек. У нас есть такая прекрасная дисциплина, как чирлидинг-группа. Там нужны именно ребята. Результаты здесь пока еще такие вот, ну, с претензией на великое на сборную России пока еще нет. Ну, не так давно развивается здесь чир-сборную. Но обязательно все будет, потому что растет число спортсменов, соответственно, растет конкуренция, соответственно, будет расти и качество. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года Бурятия-то растет до хороших результатов. Итог соревнований не только в победах в личном и командном зачете, но и в формировании сборной Бурятии. Юные спортсменки представят республику на международном чемпионате в Манчжури уже 24 октября. И на первенстве ДФО с 17 по 19 ноября. Удачи им желают. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Следите за новостями в соцсетях АТВ и всегда будьте в курсе событий. С вами была Мариам Восконян. Хороших выходных и до встречи в эфире. Эксклюзивно в Абсолюте. Зубная паста Комфи. Всего за 109 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Бесплатно. По предварительной записи. Ваша оптика СССР. В Улан-Удэ-Стальмоз требуется электросварщик, термист, резьбонарезчик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессорных установок, инженер-конструктор, технолог, бухгалтер по расчету заработной платы, менеджер коммерческого отдела, юрист, контролер ОТК, телефон 505-505, добавочный 105 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды. Продолжение следует... Продолжение следует...